Света с Катей приехали в пустующую квартиру тётки. У подъезда сидела старушка с кошкой на коленях. Откуда такие будете? Не видела вас раньше. Да, у тётки квартира пустует. Подумали, дай поживём. Так она неспроста пустует. И ночи здесь не продержитесь. Конечно. Орысь вам задашь. Старушка заливалась от смеха. Пойдём, она сумасшедшая. Сёстры зашли в квартиру. На первый взгляд всё выглядело обычно. Света сделала шаг, а Лариса закрепела. И раздался стон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты это слышала? Пошли спать. Завтра разберёмся. Сёстры не подозревали, что ждёт их этой ночью. В пустующей квартире сёстры уже ложились спать. Как вдруг раздался. Стук в окно. Света выскочила на улицу проверить, кто стучит. Тут поняла, что количество комнат и окон в её квартире не совпадает. Вот соседки. А это значит тоже наша. Ну как так? Комнаты ведь нет? Света заглянула в окно. Там кто-то был. Катя там. Но Катя уже спала. Света пыталась заснуть, но не могла. Жутко скрипела половица. По комнате кто-то носился и приговаривал. Наехали тут, по голове ходят. Света не выдержала, схватила фонарь. В комнате никого. Выскочила в коридор, а там из-под ковра торчали чьи-то пальцы. В пустующей квартире тётки проснулись Света с Катей. Осмотрелись и ужаснулись. Вся комната была в хаосе. Катя, мне приснился жуткий сон. Будто кто-то носится по комнате и что-то бормочет. А потом пальцы из-под пола. Ой, иди сделай чай. Света вышла в коридор и остолбенела в дверях. В полу прихожей была дыра. Света подползла к ней и заглянула внутрь. Катя, иди сюда. Ой, ну что ещё? Катя заглянула под пол, а там... Проваливайте отсюда, понаехали. А, домовой. Света с Катей вылетели из квартиры. А там старуха на лавке. Что? Всё, выжили вас. Да, домовой. Какой домовой? Тут где-то рысь. Он в подвале живёт под вашим домом. Продолжение следует...